Другая камера Кафедра учреждалась на западе Уэссекса, в земле именовавшейся Селурдшир, занимавшей ныне обширной территорией западного Уилдшира Дорсета-Сомерсета и принадлежавшей в то время англом части Девона. На епископа здесь возлагалась миссия в Девоне и Корнуоле, где жили кельты. Центром этой епархии должен был стать город Шерборн. Святой гуменаль Гелем, которому было тогда 66 лет, был единодушным решением избры на эту кафедру. Осенью этого же года святитель Бильтвард совершил над святым Альгельмом хиротонию воепископы. В 705 году епархия Уэссекса была разделена между Шерборном, Винчестером, и король Инна даровал аббатство святому Альгельму, первому епископу Шерборна, который охватывал Дорсет, Сомерсет и Девон. В аббатстве похоронены старшие братья короля Альфреда Великого, король Этельбальд и король Этельберт. Большая Шерборнская епархия просуществовала примерно до 909 года, когда она была разделена на три кафедры, причем Шерборн охватывал Дорсет. В 933 году король Этельстан предоставил землю в Шерборне монахиням аббатства Шернсбери, при условии, что они будут читать псалтыри один раз в год в День сиях святых и возносить молитвы за короля. Когда святой Альгельм построил новый собор, он располагался к западу от нынешнего здания. Западная стена нынешней церкви – это место восточной стены собора святого Альгельма. Около 1050 года епископ Эльфорд II построил новый собор и церковь аббатства на нынешнем месте, которое, по-видимому, было одной из крупнейших в Англии. Из них известные сохранившиеся части – это западная стена и колонны, поддерживающие две самые западные арки. В западном конце северного прохода сохранился саксонский дверной проем 1050 года. Это должно было привести к большому крыльцу, примыкающему к западной башне, как это было принято в саксонской церковной архитектуре. Роджер Канский перестроил большую часть церкви Эдвольда II около 1130 года, заменив ее большей церковью в нормандском стиле на том же месте, построенной около 1180 года. По этой причине неф короче, чем неф типичной англо-нормандской церкви. Место епископа было перенесено в Волцарум в 1075 году, а церковь Шелборни стала Бенедиктовским монастырем. Большинство стен прихода – северные и южные трансцепты, а также внешние стены приходов нефа датируются примерно 1140 годом. В то же время были построены часовни Вейхам и часть стены северного прохода. Входное крыльцо датируется 1180 годом, хотя верхний этаж был восстановлен в 1851 году. Нормандские хоры простирались к западу от центральной башни. Это можно увидеть в каменной кладке восточной и западной башни. Площадь нефа к западу от центра аббатства использовалась как приходская церковь, пока позже не была построена как церковь всех святых. В середине 14 века церковь Святого Альгельма была снесена, а около 1360 года была построена новая часовня, посвященная всем святым. Эта церковь была снесена около 1542 года, но можно увидеть выступающие арки Старого Нефа, а стена Старого Северного Прохода осталась нетронутой. После распуска монастырей в 1539 году освободившиеся монастырские здания были куплены сэром Джоном Хорси и стали приходской церковью. Четыре года святитель Альгельм неустанно трудился в обверенной ему епархии на юго-западе королевства. При этом он оставался настоятелем трех основанных им монастырей, так как монахи уговорили его не оставлять их. Святителю помогал диакон, возможно, монах Пельтхельм, ставший впоследствии епископом Уиртхана. Святитель Альгельм руководил не только монастырями Малсбори во Фроме и в Брейдфененейвене. Его наставления просили и в обители Гластенбори и Уимбор, графстве Дорсет. Святитель Альгельм